Так, давайте такая задача. Какие же из них программисты? У нас есть люди, которые скучают, видимо, в других языках сильные, и для них это поначено. Хорошо, вот вопрос. Есть два достаточно забавных, нетривиальных решения этой проблемы. Дотовой, но вот, представьте, у меня есть конструктор, у меня какая-то сущность, у нее много однотипных палит. Допустим, я сейчас не обсуждаю, насколько это хороший дизайн, но у меня есть адрес, он состоит из страны, штата и города. И здесь я все это инициализирую. В принципе, более-менее стандартный код. Проблема номер один неприятная. Оказывается, что пользователи нашего API постоянно путают, в каком порядке это три строки. Если он случайно напишет, город Нью-Йорк, Америка, штат Нью-Йорк, или же Америка, штат Нью-Йорк, город Нью-Йорк. Или все компилируется, все пропускается, но у него потом безусловика ломается. Человек живет в стране Нью-Йорк или что-нибудь такое. Проблема в том, что три аргумента пользователи слишком легко попутают. Когда он делает Нью-Йорк адрес, то вообще говоря, надо как-то вспомнить, что первое. В данном случае, в принципе, как-то еще логично, что страна, штат, город. Хотя, вообще говоря, нет. Потому что, например, даты в Европе и в Америке пишутся по-разному. Я сейчас могу ошибаться, но одни пишут что-нибудь типа 0,3 год, 0,6 месяц, 0,5 день. То есть, в некоторой записи даты вот это, допустим, месяц, а это число, а в некоторых тут число, а тут месяц. Ну, а про есть такая особенность. Все становится еще сложнее, когда оказывается типичный бит такой себе бизнесовый. У него 18 полей и все строки. И все становится, ну еще ладно, мы можем заставить пользователя как-то непонятно запоминать. Проблема в том, что мы хотим иметь также конструктор, где пропущена страна, тогда по умолчанию берется Америка. И страна, и конструктор, где пропущен штат, тогда по умолчанию берется видео. Получается, я из конструктора, в котором три строки, все, которые нужны, хочу получить, иметь еще два таких редуцированных конструктора. Пока оба получат аргументы две строки. Но один по нашей логике получает страну и город, а другой штат и город. Проблема в том, что компилятор нам скажет, что вдруг ты хочешь два конструктора, которые не отличаются. По обоим, у них одинаковый список аргументов, две строки. И он запретит это сделать. А по названию аргументов? То есть название гамплеров можно кладить? Да, я могу сделать конструктор, вообще без аргументов, сделать сеттер. Ну, в принципе, можно. Теоретически, да. То есть я могу вот так все убрать, черт с вами, да, и сделать сеттер. У меня где есть специальный сеттер. Что делать? NewAdress, потом setCountry, setState, setCity. Ну, допустим, что нам очень хотелось иметь одни, чтобы такие, для нас очень типичные ситуации. Мы не хотим делать четыре строчки. NewShot, потом set, set, set. Мы хотим одной строкой. Мы хотим иметь такие конструкторы. Ну, типичная какая-нибудь дурацкая бухгалтерская штуковина. Типу, у меня есть налоговая какая-нибудь там бумажка, которой надо 20 разных строк. Бывает облегченная налоговая бумажка, где 13 строк, все кроме того-то. И другая облегченная налоговая бумажка, где тоже, допустим, 13 строк. Ну, или 15 строк. Но все в том, что я запомнить не могу, какие строки, на каком месте, какими пропущены. То есть, скажем так, если начать где-то пользоваться, то у нас просто, ну, каждый десятый вызов конструктора будет приводить к тому, что люди не попутали аргументы. Имя и фамилии, то и другое строка. Переставить их местами, я даже отвальгировать их не могу. Ну, то есть, некоторые слова являются именем и фамилией. Какие есть предложения? Если я вас свяжу, можно ли написать в карте в одну память? То есть, при вызове конструктора прислаживать? В основном случае, нет. Я говорю, что при некоторых языках можно писать вот так. То есть, в некоторых языках у нас нельзя. именованные аргументы конструктора метода, да? Если бы так можно было, то фактически в некоторых языках так можно, у нас нельзя. Когда так можно, то я фактически вот тут рассказываю. Ну, говорю имя переменной. У нас так нельзя, и поэтому может возникнуть вот такое. После вызова этого конструктора, человек начинает мучиться, что он передал. Какие есть еще предложения? Класс какой? Какой? Ну, хорошо. И что нам хранить? Ну, будет отдельный, другой класс, конструктор. У меня вот три строки, которые будут. Люди постоянно путают. То ли New York, New York, USA, то ли USA, New York, New York, то ли... Смотрите. Ну, давайте подумайте. Это просто такой вот маленький, ну, реальный шаблон. И одно является шаблоном проектирования, стандартным боффовским. А другое сейчас такая популярная практика, но в Java она принимает гордлевые формы. То есть, выглядит в конце красиво, но для этого приходится программисту написать много строчек проектов. Пункт первый. Есть у нас StringBinder. Это аналогия. И в нем можно делать вот так. А, первый вот так. Это такой просто стиль. То есть, делается легко, но... Откуда мы нажимаем? Откуда мы нажимаем? Сколько мы там? Это как бы одно решение. Ну, мы сейчас его сделаем для адреса. Я все разобью. Такой стиль сейчас популярный. Фактически, это шаблон Builder. Он решает одну из проблем, когда у конструктора достаточно много ограничений по сравнению с методом. Ну, кроме имени собственного имени. Ну, его имя совпадает с именем класса. Поэтому я не могу взять. Один конструктор называется... Если бы у меня был метод, я бы назвал один метод FromCountryStateAndCity и три аргумента String, String, String. А второй бы назывался FromCityAndState. Тогда человек вызывает метод, видит прямо по имени метода что-то передать и передает. Но имя конструктора обязательно совпадает с именем класса. В итоге у меня ViewAddress и потом какое-то куча-куча строк. Одна из их идей, то есть, шаблон Builder. Создается некоторый специальный класс. Да, у строки шаблон Builder, он прямо... То есть, Builder это шаблон. Шаблоны проектирования, паттерны проектирования. Builder это один из паттернов. У JDK их очень много. Есть специальный класс, у которого есть такие удобные методы. И эти методы делаются обычно чейнг. То есть, каждый метод должен... Ну, вот вопрос, например, что возвращает вот этот метод? Что я могу вот так написать? Стрин. Стрин? Нет. Если бы я нажал стринг, я в конце не делал ту стринг. У меня всегда на руках строка. Стейн билдер. Вот сейчас прогнозы на стен. Возвращается в стейн билдер. Средином, что тут они все методы назвали happened. Типа добавить. Таким образом, именно вот так в Java происходит конкоденация строк. Когда у меня есть функция. Когда у меня есть функция. Какая-то такая, которая получает. Это просто известно в Java. Они могли бы этого не говорить. Но когда у меня есть такая функция, которая делает следующий return. Если есть такая функция, компилятор ее разворачивает в следующее. Это просто известный факт. Во многих языках не говорят, как конкоденировать строки. У нас сказали, что есть специальный класс DreamBuilder. Который представляет собой реализацию билдера, то есть построителя для строки. У строки есть пара проблем. Например, строка не мутирующая. В строке, вообще говоря, нельзя ее изменить. Создал строку сатары 0. Я не могу к ней добавить символов. Я должен создать новую строку. А у меня здесь есть куча частей. Мне нужна какая-то штука, куда я могу сказать. И это, и это, и это, и это. Вот стримбилдер он такой. Ему говоришь и сатары 0. Он хоп проглатывает. Стримбилдер внутри очень напоминает аррелист. Он выделяет массив чаров. Когда ему делают апп, он туда накапливает. Если у него не хватает массива чаров, он там делает удвоенный и продолжает туда накапливать. Когда ему делают ту стрим, он уже знает количество, выделяет строку и туда данные все копирует. Из этого следует, ну так, чтобы было понятно, что вообще говоря, каждая контактинация строк неявно создает объект. Когда вы контактинируете строки, происходит эта штука. То есть у вас прошел NewStringBuilder. Им попользовались буквально мгновенно. Это очень объектно-ориентированный стиль. Виртуальная машина Java под это затачивалась. Потом у него говорят ту стрим, и он возвращает новый объект. И с тем новым объектом я пришел, а стримбилдер, тот, который объект проведу, это типа строка. С тех новым объектом я ушел, а вот этот одноразовый стримбилдер, который вызвал всего конструктор и три метода. Он отдал гармош-коллектору. В хорошей виртуальной машине Java есть много оптимизации. Не уверен, что есть в текущей хобспоте, но либо собираются вкручивать, либо есть в ее конкурентах. Если замечает виртуальная машина, что какой-то объект создается, используется и забывается в рамках метода, то есть он всегда по сути дела стримбилдер, это как бы локальная переменная. И компилятор виртуальная машина смотрит, что ссылка на стримбилдер точно за этот сколк не ушла, я никуда ее не присвою, массив не положу. То этот объект может выделяться даже не в хиппе. На профси++ у меня выбор, где выделять объект, на стеке или в хиппе. В Jai все четко. Примитивы на стеке, все ссылочные типы в хиппе. Но на стеке чем хорошо? Я выделил, во-первых, не нужен гармош-коллектор. Когда я ухожу из стека, все исчезает, те локальные переменные. Но эту оптимизацию мы не знаем. Это то место, где спецификация языка Java виртуальной машины отдает на усмотрение разработчику. Это очень сильный момент. В начальном этапе этому сильно не надо, но в дальнейшем это одна из причин, по которым, например, и Android тоже на Java. У них вообще другое устройство, вообще другой процессор. Но спецификация такая, что она оставляет много окон, где она не говорит точно, как делать. Или, например, ну вообще говорим, U выделяется в хиппе, но во всей спецификации языка виртуальной машине ни идеи нет способа проверить, что объект действительно в хиппе. Я адрес не могу взять и так далее. И поэтому в разных виртуальных машинах, например, виртуальной машине, которая в Android, там вполне может быть, что такой локальный объект выделяет в стеке. И когда выходит из метода это, возможно, стримбилдер за ним не приходит позже, горбич коллектор, то есть они память себе могут и не забирать. Итак, попробуем сделать решение в этом стиле. Сейчас я покажу. Шаблон билдер, вообще говоря, для хорошего ОП, чтобы хорошо выворачиваться на вопросы по ОП, желательно почитать эту книгу Шаблона. Итак, делается класс, адрес, адрес билдер. У него будет метод билд, который возвращает адрес. Хорошо, у него будет, он будет внешне очень сильно похож на адрес. И когда ему делать билд, он возвращает return, view, тут может быть лишним, видим, quantum.tame.city. А у него добавляем методы. И он может сделать даже из сетра. Но обычно и делает вот так. Просто стиль, то есть в данном случае надо знать, что компилятор пропускает. И тогда я могу сделать, я сейчас покажу пример использования, и станет. Я могу сделать вот так. Мой адрес равно you. Кликаю, мой значок, это адрес билдер. Ему говорю. В общем, в любом порядке. Country.us. Важный момент. У меня боль. Это не хорошо. Я верну адрес билдер. Я верну адрес билдер. Я верну this. Это позволит мне писать вот такую сетушку. Синий. У меня сейчас просто обраменный шрифт на экране. В реальности это все власть в одну строчку. Фактически я пытаюсь сделать то, что говорили, то есть именованные параметры для метода. Человек как бы смотрит и видит четко, что country.us. City. New York. State. New York. Город Нью-Йорк находится в штате Нью-Йорк. Такая вот у них получилась беда. Ну, из дополнительных удобств. Ну, конечно, человек может три раза вставить City. Ну, в принципе, в адрес билдере можно поставить кучу проверок, чтобы человек повторно не выставлял поле. И дать exception, ну, типа, наверное, ты вдруг ошибся. Второе. У меня получается размазан. То есть проблема конструктора, что, значит, некоторый объект, вообще говоря, хорош, один из стилей программирования, очень хороший. Когда мой объект всегда существует в консистентном состоянии. То есть, вообще говоря, у нормального бизнес-объекта поля не должны быть равны. Ну, как бы. Человек с фамилией Долг. Ну, как бы нехорошо. Инстант человека уже есть, а фамилия Долг. Ну, если мы все поля. У нас здесь один здоровенный конструктор, который получает все поля. Проверяет их на Долг, на валидное значение, на отрицательный возраст. Все, если шоке дает исключение, если нет, присваивает. Получается, он пишет. New person. Он говорит, у меня себе конструктор, давай все. Я все дал. И когда пёсом сбилгался, сбилгер. Построился, у меня есть полноценный человек, у которого никаких налог нет. У него есть возраст, имя, фамилия. У меня не бывает полчеловека, у которого возраст 0, а фамилия Петренко. Или наоборот, возраст 25, а фамилия 0. То есть, в принципе, есть такой стиль программирования. Но это не стиль программирования, а хорошая практика. Это вот чтобы, если у меня на руках оказался, например, какой-то бизнес-объект, продукт, то это экземпляр класса, и он соответствует чему-то реальному в мире. У меня нет полей DOOM, массивов нулевого длины. У меня реально уже есть цена, картинка, собственник, дата продажи. Вот. И тогда, ну, яркий пример, это класс строка, string. Нельзя создать строку с пустыми листовками, useString, а потом сказать, я тебе там подскажу, какие буквы. Строка говорит, нет, мне в конструкторе скажи, какие буквы. То есть она сразу билдится, она целиком всегда готова. В общем-то строки сделаны не мутирующими, в основном для целей безопасности. На строках построена значительная часть системы безопасности Java, и они не хотели, чтобы я кому-то передал систему безопасности строку. Оставил на нее ссылку. Там ей начали пользоваться, а я тут начал строку через свою ссылку менять. Например, имя, класса, что-нибудь такое. А здесь получается, что у меня есть специальный мутирующий класс адрес билда, у которого выставляю, 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 а потом, как бы, вместо конструктора есть один метод билд. И вот здесь, в методе билд, я могу проверить значение всех полей. Что такая-то страна существует, что в этой стране есть такой state, есть такой city. Но получается, я как бы могу вызвать конструктор наполовину. В одном месте я знал только страну и город. И я там их уже склепал вместе. Я не таскаю две перемены, стринг и стринг. Я их собрал в пачку, у меня есть теперь экземпляр, правда, билдера, не адреса. А в другом месте я знал еще что-то. Я в одном стейте построил. Это удобно, например, я сижу вот здесь, у меня есть куча где-то штуковин, которые знают часть информации. Эта штука в базу данных ходит, эта форма, пользователь берет, а эта ходит в XML-файл. Я хочу собрать какую-то здоровенную штуковину. Налоговая декларация и 50 полей. Там отчетность забыли истекший период. И получается, отсюда я вытащу 18 полей, отсюда 29 полей и тут еще останется 4 поля. Какие там вот эти бухгалтерские строки. То есть, прочитать 29, там, геттеров, например, вызвать. Геттог, это все, мне очень хорошо. Я могу сделать налоговая декларация, билдер. Я передаю этому методу. Тут будет метод, допустим, фил. Который получает, что-то там, налоговую декларацию, билдер. Возвращает налоговая декларация, билдер. Я вызываю метод, он как бы сеттает то, что у него есть, и возвращает эту еще недоделанную штуку. Увяженный экземпляр в штуковину. Где, в принципе, там 29 разных танков. Я передаю в другое место. Там добавляют в третье место, в четвертое место, в пятое место. И в конце, когда я решил, что я всем передал, все своего насетили, я говорю, билдер и получаю готовый объект. Похожий стиль. То есть, в принципе, тот же самый эффект был бы, если бы я сделал Нью налоговая декларация. Пустая. А теперь передал одну из штуки, те вызвали в ней. Сет, сет, сет. Установили там идентификационный код, номер паспорта, члена семьи. Потом передал кому-то еще. Он сет, сет, сет. Передал сет, сет, сет. В чем отличие стиля? Правля в том, что когда я создал эту налоговую декларацию, вот она сейчас не полноценная. У них все поля, ну, в общем-то. Дал кому-то, он сделал сет, сет, сет. Теперь в ней есть три каких-то поля. Но не хватает еще сто пятьсот. Дал другое место, третье. И вообще говоря, непонятно в какой момент, допустим, налоговая декларация считается заполненной, если выполняется три разных жутких комбинации. Если вы ЧПшник, у вас должен быть идентификационный код, фамилия ЧПшника, там что-нибудь еще, дата регистрации. Если вы юрлицов, у вас не должно быть там идентификационного кода. У вас должно быть имя компании, являетесь для налогового, еще чем-то. А если вы тот, еще должно быть вот так. Конструктор – это хорошее место, когда множество каких-то аргументов превращается в объект. И обычно мы проверяем, что эти аргументы совместимы именно в конструкторе. Как хешмаппинг. Проверка, что лорд-фактор – не отрицательный. Очень хорошо сделать конструктор. Когда мы создаем вот эту заготовку и делаем в секторе, заготовки в правильности аргумента мы проверить не можем? Их еще нет. В каждом секторе свой аргумент можем проверить? А то, что, например, возраст не более чем в два раза превышает что-то еще, я проверить не могу. У меня может быть правило, которое связывает поле А и поле Б. Когда устанавливаю А, может не быть Б. Когда устанавливаю Б, может не быть А. В этом смысле помогает билдер. Потому что он просто накапливает, и он всегда недоделанный. Он, судя по типу, адрес билдер не является адресом. Его случайно никто как адрес не использует. Я накапливаю в нем данные, таскаю, передаю сюда, 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 сюда. А потом я думаю, он, наверное, готов. Я делаю. У адрес билдера вызываю билд. И вот в методе билд можно знать, что в этот момент я могу проверить, что все аргументы создают готовую сущность. Ну вот, налоговый отчет – это абсолютно типичный пример. В том, что логика никакой, она постоянно меняется, программист в нее вообще не ехать не может. То есть бухгалтер просто приносит какие-то вот кучи правил. Мне нужно, действительно, 50 полей. И помните, если это ОАО, то не должно быть этого поля. А если это поле больше 12, то вот тут должно быть 6. А если за 3 месяца, то за кто-нибудь за 6. И эти правила надо где-то проверить. А если не будет каких-то флотальных данных, что когда-то это? И он должен кинуть эксепшн. Ну-ка, или заполнить дефолтными. Или заполнить дефолтными. Просто если, в принципе, на все есть дефолтные, то мы могли бы сделать Нью налоговой декларации, все поля забить дефолтными, а потом замещать своими. Но зачастую, когда полей становится много, и этот билд реально бизнесовый, не системный, это транзакция горокли. Мы можем о ней прочитать спецификацию, что-то написать. А это как-то греботе, типа, с флотского учета. То есть нам приходят и говорят, каждый товар на складе обладает 24-мя разными информацией. Номер полки, вес, длина, ширина, дата упаковки. Нам говорят, и помните, дата упаковки не должна, но йогурт устаревает, текущая дата. То есть дефолтные значения зачастую это плохая практика, дефолтные значения. Итак, это одно решение. Второе решение приводит к большему количеству кода, но оно позволяет обкатать целом, опять же, посмотреть, зачем существует опыт. Что из него можно вышлить? Это сейчас такая популярная практика, называется Internal DSL. Внутренний доменно-соцентричный предмет ориентированности правильного элемента. Одна из проблем, можно проблему выразить так, что у нас с именованием, да? Решаем проблему только именованием. Пользователь постоянно путает страну и город. Проблема в том, что они все одного типа. И когда я смотрю сигнатуру, я вижу country, state, city, да? Но когда я вызываю, я вижу только тифы, да? Ну, хорошо, если бы номер дома — это цифра. Я, в принципе, видел три строки и цифру, а цифра — это номер дома. А вот строка, строка, строка. И дело в том, что мы можем на Java, мы сделаем все эти три штуки разных типов. Я говорил, что на программировании можно встретить, когда вы решаете задачу, с одной стороны, вы порождаете множество типов, и между ними есть какие-то отношения. Ну, а кто-то кого-то наследует, а кто-то кого-то не наследует. Кто-то кому-то является массивом кого-то. У вас есть юзера, есть массив юзеров. А есть arraylist, типизированный юзерами. А есть ну и так далее. А второе — это, собственно говоря, алгоритмы, например, проверка на соответствие. И поэтому сейчас мы на плодин типов пусть будет специальный тип country, а у state будет специальный тип state. То есть сейчас я фактически... Что я делаю? Я постоянно в этом... Так, не-не-не, это не так. Уложенные штуки. Веду, чтобы не коррелировало ни с чем-то, ни с чем. Потом перемену. Я фактически под свою задачу вложу, размножаю систему типов. Я говорю, у меня country будет не строкой. Нет, будет специальный class country. Вот. Теперь мне нужно где-то его создать. И вот тут хорошо помогает, наверное, inner class. Class country. Хорошо. И у него даже я сделаю, например, конструктор. А сделаю еще так же у себя пары, кстати. Сменяю. Омен. 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 Продолжение следует... 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 ... Продолжение следует... 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 Проверь следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Оно строится вот на этом, на том, чтобы построить такой язык, в котором я мог бы прямо говорить, что происходит. Вот я говорю, добавлю в лист 0, проверь, что лист содержит 0, все равно false. Добавлю в лист 0, проверь, что лист содержит 0, это да. Все автоматизировано тестирование, держится вот на таких практиках. Это одна из причин, по которой в Java очень много open-source библиотек, некоторые очень жутко эксплуатируют язык. И чтобы на них писать, не хотим разобраться, о чем речь, как это работает, что такое IS, вот IS что возвращает, какой тип? Библиотек. Нет. Он возвращает матчер. Идем матчер. Что это за тип? У него есть какой-то метод матчерс. Ну, фактически, это критикант. То, собственно, матчерс, даешь ему объект, он говорит, ай, линь. Для того, чтобы это G-Unit и Хан-Крест, для тех, как G-Unit встроенная. Вот все автоматизированное тестирование построено на вот таком. Ну, крутое, нормально автоматизированное тестирование, когда пишется сценарий. И вот по некоторым таким причинам очень сильно конторы хотят, чтобы люди очень хорошо знали язык. Одна из причин — это open-source библиотеки. То есть какой-то сеньор решит, а давайте использовать MacInn, а там вообще жуткий синкросис. Кто хочет очень хорошо знать язык Java, попробуйте разобраться, как это работает. То есть вот тут я нигде не видел, чтобы так выкручивать лезвие. Мо-ки-то. Вот точно будет такое. Ну, идея в чем? Это тесты на G-Unit, которые вообще у любой корпорации джуниор более-менее устойчивый, который 800 баксов получает, должен строчить просто и разбираться, что происходит. Когда у листа возьмут один, тогда должно лететь исключение runtime-exception. Вперед. Verify многоть лист get 0. Лист оборачивает слово verify, и у него уже вызывает get 0. И вот такое, когда у листа возьмут любой int, тогда верни элемент. Таким образом, как бы программируют лист на то, что у него по-любому индексу лежит элемент. Лежит одно и то же. Как будто проинициализировали все элементы. Ну вот вопрос, что возвращает метод anyint. Ну, вообще, да. Ну, по крайней мере, для того, чтобы это компилировалось, да, чтобы этот get компилировался. Вот, посмотрите, то есть, в Makita выжимают такое из языка. R и Z, из болит. Хорошо. Так, давайте посмотрим еще. Класс, пусть у нас будет C опять. Формальное правило. Второе формальное правило. Когда у нас есть иерархия классов, какой-нибудь класс C наследует класс B, наследует класс A, а тот никой не дец, наследует класс object, то объект строится сверху вниз. Невозможно. У каждого класса обязан быть хотя бы один конструктор. Компилятор нам гарантирует, что объем конструктор вставляет дефолтный. Кроме того, обязанно, то есть, прежде чем сконструируется класс, обязан быть сконструирован его под предок. Конструирование идет сверху вниз. Невозможность сконструировать только C. Будет вызван также, то есть, сначала вызовется конструктор объекта, потом A, потом B, потом C. Как это выглядит у нас, у программистов? Сделаем обрубок иерархии, есть B. У него делаем конструктор по умолчанию, который делает сау, 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 сау. И есть конструктор.